1775 вопросов. Именно столько обращений поступило на прямую линию с губернатором края. В социальных сетях трансляцию посмотрели десятки тысяч человек. Судя по вопросам, самые острые темы для жителей края – дороги, соцподдержка, образование, ЖКХ, строительство и, конечно же, СВО. Одна из жительниц региона обратилась к Виктору Томенко с просьбой оказать помощь по хозяйству. Ее мужа мобилизовали, женщина осталась одна с грудным ребенком. И в таком положении сейчас многие семьи. Обращайтесь, пожалуйста, в фонд «Защитники Отечества», управление соцзащиты по месту вашего жительства, администрации местной, заготовка дров, угля или что-то там по дому помочь и так дальше. Здесь таких специальных государственных программ нет. Но волонтерские силы, волонтерское движение сегодня нам помогают очень большие объемы таких вопросов закрывать. Поэтому никого не оставим, так сказать, один на один в этой ситуации и обязательно поможем. Еще одна жительница региона пожаловалась на нехватку детских врачей в Барнаульской больнице. По словам женщины, сейчас практически невозможно пройти комиссию в детский сад бесплатно. Врачи отправляют родителей в частные клиники. Такого, чтобы посылать человека, это вопиющие факты и мы с ними будем бороться. Вот, несмотря на весь дефицит имеющихся врачей и медицинских работников, эти вещи надо пресекать, на них надо жестко реагировать. Обращаюсь к министру здравоохранения и министерству, займитесь, там Дмитрий Владимирович Попов возглавляет, с этим надо поработать. Волнует людей и загруженность школ или вовсе их отсутствие. Особенно это касается спальных районов города. Так, житель индустриального района напомнил, что еще весной Виктор Томенко анонсировал строительство школы в квартале 2033. Однако, местные жители опасаются. Уже июля стройка даже не началась. Губернатор заверил, что ситуация находится на контроле. В августе, наверное, заключен будет контракт сейчас по итогам всех конкурсных процедур. Строительство такого объекта, наверное, я думаю, что года три уйдет. И поставим задачу такую, чтобы к первому сентября 27-го года школа уже распахнула двери. Также по итогам прямой линии Виктор Томенко распорядился решить вопрос с водоснабжением в проблемных муниципалитетах. Такую задачу он поставил региональному Минстрою. На это понадобится порядка 100 миллиардов рублей. Всего во время прямого эфира Виктор Томенко ответил на 17 вопросов. По его словам, остальные обращения, а мы напомним, что их было 1775, обязательно будут отработаны. Кстати, в этом году состоится еще один уже привычный формат общения с населением. Традиционная прямая линия с губернатором, которая пройдет в конце года. Ирина Корчагина, День с толком.